Статьи лента.ру Первая мировая вещь и военная еда 8.3.24 января 2015 года военная еда как солдатский провиант Первой мировой перекочевал в рюкзаки туристов и холодильники дачников. Чтобы армия была боеспособной, ее нужно вооружить, одеть, обыть и накормить. Об оружии, снаряжении и обмундировании мы рассказывали в рубрике Первая мировая уже не раз. Пришло время обратить внимание и на военную еду. И тут есть что вспомнить, ведь многое из того, что давным-давно стало частью нашей обычной жизни, было либо изобретено, либо получило широкое применение именно благодаря Первой мировой. Килограмм хлеба, 100 граммов крупы, 400 граммов свежего мяса, 20 граммов сахара, 0,7 граммов перца. Таков по уставу был ежедневный рацион русского солдата в начале Первой мировой войны. Французы поначалу готовили себе сами, из продуктов, выданных интендантов или полученных в посылке и из дому. Но уже к 1915 году стало ясно, что костры в ночи – прекрасная мишень для немецких снайперов. И во французской армии впервые был введен регулярный паек. 650 граммов галет, 400 граммов мяса или рыбы, 60-й горт риса, 12-й год кофе. Немецким солдатам полагалось 750 граммов хлеба, 300 граммов говядины, 600 граммов картофеля, 125 граммов сыра. Но по мере того, как война принимала затяжной характер, солдатские пайки сокращались. К 1917 году солдаты всех воюющих армий уже питались в основном с ухарями, брюквой, сушеными овощами и цикорием. А главной солдатской радостью стала тушенка – по 200-300 граммов в день. Обед в жестянке в 1966 году в Москве произошел забавный случай. Пенсионер Андрей Васильевич Муратов принес во Всесоюзный научно-исследовательский институт консервной промышленности банку, которую получил на фронте, во время Первой мировой войны. На банке была надпись «Петропавловские консервы». Мясо тушеное. 1916. Специалисты НИИ, исследовав мясо, установили – тушеная говядина прекрасно сохранилась и пригодна в пищу. Несмотря на то, что пролежала в банке равно полвека. Соевые сосиски в 1915 годах в Германии были забиты почти все свиньи, из-за того, что они пожирали картофель. На следующий год случился неурожай картошки. В итоге в брюквенную зиму 1916 года в стране от недоядания умерли 750 тысяч человек. Однако немцы нашли неожиданный выход. Конрад Аденауэр, бывший в Первую мировую мэром Кёльна, города, который особенно страдал от голода из-за британской блокады, предложил готовить сосиски и колбасу не из мяса, а из сои. Жителям Кёльна эта идея понравилась. Правда, когда Аденауэр решил запатентовать свой рецепт, имперское управление по патентам ему отказало. Оказалось, что немецкая сосиска обязательно должна быть мясной. Патент на соевые сосиски и колбасы Аденауэру выдал король Англии Георг. Это случилось 26 июня 1918 года. Так что до окончания войны немцы и британцы питались одними и теми же сосисками. Их так и называли «сосиски мира». Вопрос о том, как сохранить продукты, чтобы накормить армию в дальнем походе, стоял перед людьми много веков. Решали его по-разному. Египтяне мариновали жареных уток в оливковом масле, а затем складывали в амфоры и закупоривали смолой. Одну такую амфору археологи нашли во время раскопок гробницы Тутанхамона. Римляне по рецепту сенатора Марка порция кантона-старшего заливали виноградный сок в глиняные сосуды, закрывали просмоленной пробкой и опускали в бассейн на 30 дней. А индийцы готовили пемикан, мясо или рыбу сушили на солнце, затем перемешивали с пряностями, прессовали и хранили в кожаных мешках до полугода. Стерилизованные консервы были изобретены в начале 19 века благодаря Наполеону Бонапарту. В 1795 году Франция ввела сразу несколько войн против Пруссии, Англии и Австрии. По настоянию Бонапарта, в ту пору командующего армией в Северной Италии, конвент объявил конкурс на лучший способ длительного хранения продуктов. Его выиграл повар Николя Пер, владелец ресторанов в Париже. Взяв за основу теорию двух ученых, ирландца Нитгема и итальянца Спалансани, о том, что порчу продуктов вызывают гнилостные микробы, Апер решил убить бактерии путем нагревания. Он расфасовал по банкам крепкий бульон, жаркое, тушеные овощи и засахаренные фрукты, а затем прокипятил банки в соляном растворе в течение двух часов при температуре 110-115 градусов Цельсия. Когда же восемь месяцев спустя Апер попробовал консервы, продукты оказались не только съедобными, но еще и вкусными. За это изобретение в 1809 году он получил от Наполеона титул «Благодетель человечества» и 12 тысяч франков, на который открыл в центре Парижа первый в мире магазин консервов «Разная снеть» в бутылках и коробках. Однако консервы надо было не только правильно готовить, но и легко транспортировать. Проблему старой решил в 1810 году английский механик Питер Дюран. Он разработал консервные банки из жестя с запаянной крышкой. Прежде чем получить патентное изобретение, Дюран проверил его на прочность. Сложив в банке консервированный суп, мясо и молоко, он отправил их на 4 месяца в плавание на английском корабле, а после съел, без вреда для здоровья. 1914 год. Французские солдаты готовят еду непосредственно на позициях с середины 20-х годов. Века французские, английские, а затем и американские солдаты стали получать вдовольствие консервы. В Европе консервировали мясо и овощи, в Америке – тунца, омаров и фрукты. Правда, ни военные, ни моряки, ни путешественники консервов не любили. Большую часть позапрошлого столетия, прежде чем съесть консервы в банках, приходилось помучиться. Жестянки были слишком большие по объему, в иные входило 13,5 килограмма мяса, и слишком тяжелые. В 1895 году норвежский полярник Фретьев Нансен отказался брать груз консервов в экспедицию на Северный полюс, заменив их питательной смесью из сала, меда, орехового масла, шоколада и рыбьего жира. К тому же, открывать банки было непросто. Консервный нож был изобретен в Америке лишь в 1860 году. А до того, 40 лет жестянки открывали молотком и долотом. Порой вся английская морская экспедиция была не в силах откупорить банку тушиной свинины. В 1821 году журнал «Русский архив» писал, «Теперь до такой степени совершенства дошли, что готовые обеды от Робертса в Париже посылают в Индию в каких-то жестяных посудах нового изобретения, где они сберегаются от порчи. Вскрыть штыком в России начало века консервов хоть и знали, но им не доверяли». Еще в 1812 году русские солдаты, находя во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри лягушатина. Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий русской армии Михаил Иларионович Кутузов. Остальные или полагались на интендантов, подвозивших на фронт тонны муки и подгонявших стада бычков, или запасались сухарями и сушеным супом со специями, который еще в 1763 году в заказе для полярной экспедиции описал ученый Михаил Ломоносов. Чайная бомба в годы Первой мировой солдатам всех воюющих армий полагалась примерно 6-7 граммов чая в день. Русские по привычке получали его на развес, а вот в американской армии было новшество – порционные марлевые мешочки с чаем, которые заваривались прямо в кружке. Американцы называли их чайными бомбами. Изобретены бомбы были случайно, за 10 лет до войны. В 1904 году бакалейщик из Нью-Йорка Томас Салливан, рассылая образцы чая своим клиентам, решил сэкономить и расфасовал чай не в жестяные коробки, как обычно, а в маленькие шелковые мешочки, шитые вручную. Клиенты же его задумки не поняли и стали заваривать чай прямо в мешочках. Это оказалось удобно и просто. Вслед за Салливаном и другие торговцы начали расфасовывать чай в пакетике. С одной поправкой – дорогой шелка не заменили на дешевую марлю. Чайные пакетики современной конструкции, из фильтровальной бумаги, появились в Германии в 1938 году. Потребность в консервах остро стала перед русской армией в годы Крымской войны. Из-за плохих дорог интенданты не успевали вовремя доставлять войскам продовольствие, и русские солдаты питались сухарями и кашица из мяса, отощавшего от бескормицы скота. Чтобы избежать впредь голода в армии, император Александр Ту распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. Опробовав их сначала на заключенных, затем на студентах, врачи признали консервы годными в пищу. В 1870 году в Петербурге предприниматель Франц Азибер открыл первый в России консервный завод. В отличие от европейцев, закатывавших в банке в основном свинину, российский фабрикант взял за основу говядину, сочтя, что это мясо больше всего подходит солдатам по вкусу, а казне – по цене. В 1875 год консервы вошли в солдатский паек, а также были заложены на гасхранение для нужд армии. Они были нескольких видов – щи с мясом и кашей, мясо с горохом, рагу. Но самыми популярными у солдат были банки мяса тушеного, или попросту – тушенки. Именно ею в годы Первой мировой войны царское правительство накормило 14 миллионов солдат и офицеров. Мясом, надо сказать, было отменным. Для изготовления тушенки брали говядину, выдержанную 48 часов после убоя, тонко нарезали, тушили 2 часа, затем раскладывали по банкам вместе с салом, перцем и лавровым листом и стерилизовали. В одну банку входил фунт тушенки – суточная норма мяса для низших чинов. На этикетке было написано, как правильно употреблять содержимое, вскрыть штыком, разогреть и съесть прямо из банки. Декабрь 1918 года. Вологда. Служащие американского Красного Креста перевозят в Россию консервы, оставшиеся после вывода войск из Европы. Кстати, еще в 1897 году русский инженер Евгений Федоров изобрел жестяную банку с самоподогревом. У банки было двойное дно, в котором содержали снегошиная известь и вода. Один поворот днища, вода и известь соприкасались, и банка нагревалась в результате химической реакции. В 1915 году фабриканты стали расфасовывать в такие банки тушенку и ограниченными партиями отправлять ее на фронт. Генерал Андрей Шкура, командовавший в 1918 году отрядом пластунов на Кавказе, вспоминал, что тушенка с самоподогревом не раз выручала их в турецком тылу, быстро, вкусно, а главное, не демаскирует во время вылазок. Запасов тушенки, сделанных в годы Первой мировой, хватило и на гражданскую войну. Причем как красноармейцам, так и белогвардейцам. Второй фронт к началу Второй мировой войны Газрезервом были сделаны значительные запасы тушенки для нужд армии. Однако большинство армейских складов Газрезерва располагались на западе страны и потому были захвачены немцами в первые же месяцы Великой Отечественной войны. Оставшихся запасов тушенки Красной армии хватило до 1943 года. После 1943 советских солдат выручала американская тушенка, поставлявшаяся в СССР по лент-лизу. Солдаты называли ее в шутку Второй фронт и готовили с ней самую разную еду. Один из вариантов был кулеш. В кипящую воду бросали пшено, затем добавляли картошку, лук, тушенку и перец. Получалось нечто среднее между мясным супом и кашей. Говорят, таким кулешом повара кормили танковые экипажи ранним утром 5 июля 1943 года перед битвой на Курской дуге. Алсу Гузаирова